Привет, друзья! Миран на связи! Последние пары выпусков MMM Review были довольно софтовыми, поэтому, думаю, не лишним будет привнести немного мяса и безумия и в эту рубрику. Лично я с каждым выпуском MMM Review все больше убеждаюсь, что очень много годных команд разбросано по просторам нашей Родины. Когда я начинал эту рубрику, я думал, их будет как-то поменьше. Но все сложилось просто отлично. Мы с радостью помогаем молодым музыкантам находить своего слушателя, а любителям тяжелой музыки помогаем находить новые группы для своего плейлиста. Ну и сегодня, думаю, любители Dead Metal и Groove пополнят свою аудиотеку отличной формацией Be Under Arms. Be Under Arms — это довольно молодая группа из Москвы, образовалась она в 2013-м. Однако за это время они уже успели выпустить несколько синглов, два полновеса и даже не думают останавливаться. Но самое интересное, что музыканты изначально дали себе установку «все или ничего». То есть в их дискографии не встретить откровенно дебютных пробных работ. Все очень качественно и изначально на максимальном уровне. Ну а мы начнем выстраивать доказательную базу вышесказанного с их дебютника. Let's Shots will be your music. Что ж, действительно, ребята с самого начала своего творческого пути решили максимально выкладываться и вкладываться в группу. Дебютник звучит очень фирмово, материал проработан на довольно высоком уровне, а это значит, что ничего не отвлекает потенциального слушателя от расслушивания именно фишек группы. А это очень хорошо. Ну а среди фишек мы сразу услышим качевые дета-грубовые рипы. Причем в жажде кача музыканты периодически уходят чуть ли не в new metal, но в данном жанре это неплохо. Ну и, конечно же, вокалы — это отдельная тема. Лицом и голосом группы Be Under Arms является, в лучших традициях выпуска «Дела семейные», пара Владимира Насонова и Анна Логачевой. Анна использует как технику экстрима, так и чистый вокал. Ну а Владимир просто по сутане так технично рычит и звучит это очень круто. Субтитры создавал DimaTorzok Однако в течение довольно-таки продолжительного дебютника все же раскрывается один косяк. Те самые предельно качевые гитары к концу альбомов просто надоедают. Контрастные вокалы не дают уж совсем заскучать во время прослушивания, но, конечно, хотелось бы больших отступов от шаблонности струнных. Не, ну дебютный альбом совсем без косяков в наше время, это за гранью фантастики, так что все ок. К тому же мы уже сейчас можем посмотреть, какие изменения произошли в материале к выпуску их второго альбома «Doomed to Life». Что ж, действительно, второй альбом порадовал куда большим разнообразием в части гитар. Сплошная стена кача стала разбавляться мелодичными партиями, появилось больше разнообразия в технике исполнения, да и в конце концов стало больше пауз в рипах, а этого иногда прям очень не хватает. Лично меня порадовала обилие партий чистого вокала в исполнении Анны. Не, ну ее переходы на экстрим, конечно, тоже иногда канают, контрасты там, все дела, но зачастую ее скрим контрастируют не с мелодичным чистым вокалом, а с крутым поставленным экстримом ее супруга. Ну и хочешь не хочешь, это выставляет ее, но не в самом выгодном свете. Но это я сказал даже скорее не в адрес Be Under Arms, потому как они уже, видимо, идут к идеальному соотношению вокальных техник, а в адрес тех, кто пытается делать что-то подобное. Ну потому что в мире, где существуют все эти Butcher, Babies, In This Moment, уже никого не удивить просто девушкой, высекающей экстримом. К представительницам прекрасного фолла в части экстримального вокала выдвигаются такие же высокие требования, но и нужно всегда стараться им соответствовать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Оба диска Be Under Arms оформлены, ну, одинаково. Не, ну кавер-арты, конечно, разные и довольно стильные, но обе коробочки представляют собой минимальные диджи-паки без буклетов. Но в будущем, надеюсь, они расширят наполнение дисков, ведь фотосессии музыканты проводят довольно старательно, да и тексты я бы не отказался почитать. Ну и еще один момент, который я хочу упомянуть в надежде, что группа как-то на него отреагирует, это поведение вокалистки в клипах. Ну, точнее, ее эмоции. Ну, точнее, их полное отсутствие. На съемках очень важно действовать натурально, чтобы зритель верил в происходящее. А когда вокал записан эмоционально, а в клипе мы видим непоколебимость мимики лица, это рушит все впечатление. Ну вот как сейчас. Однако все упомянутые мной нюансы, они, если и не вкусовщина, то уж, по крайней мере, легко решаются в будущем. А Beyond Arms, как я уже говорил, постоянно находится в процессе придумывания или записывания чего-то нового. Так что, уверен, вскоре нас ждет еще одна порция отборного места за их авторством. А если вы хотите увидеть свою группу в выпуске MMM Review, пишите нам на почту или в личку, или участвуйте в краудфанде по выпуску второго альбома моей группы San Walter. Среди перков есть Metal Music Mandels Review, и это обойдется вам даже дешевле, ну, потому что взаимопомощь музыкантов – дело очень важное. Также там есть много крутых ништяков для простых любителей тяжелой музыки, так что милости просим, ссылка на Indiegogo есть в описании. Ну, а сейчас самое время поставить лайк и делать репосты этого выпуска с целью поддержки молодых музыкантов и нашего видеоблога. Мы рады поставлять вам регулярно новое музло, так что подпишитесь еще на наш YouTube-канал, если и до сих пор этого не сделали. С вами Бумеран. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok